слушай ну вот настал такой неприятный момент для нашей страны российские бизнесмены аркадий волош это яндекс и олег тиньков это одноименный банк тиньков на фоне обвала фондовых рынков перестали быть долларовыми миллиардерами то об этом сообщает forbes сооснователь яндекса потерял за три месяца 2 миллиарда долларов и сейчас его состояние оценивается всего лишь в каких-то 580 миллионов долларов олег тиньков меньше чем за месяц лишился пяти миллиардов долларов вот так такая вот у нас печальная статистика как дальше жить вообще не понимаю сушки вот шах и мат соответственно материалисты вот я сегодня с утра встал и знаете так на душе тяжело что-то плохое должно произойти я вот думаю ну что может произойти плохого ну что мы еще не видели в этом мире и тут вот нежданно негаданно доллары и миллиардеры лишились своих лишились своих богатств ну понятно что это стёб и я не думаю что в нашей стране есть хоть один человек который действительно будет переживать за банкиров и магнатов да которые ну очевидно собственно стали богаты за счет того что не эквивалентно предлагают те или иные услуги нашим гражданам да ну и собственно к сожалению граждане вынуждены всем этим пользоваться просто лишь потому что такая вот система установлена в нашей стране я убежден что собственно при адекватной власти да которая бы ставила условия сверх богатым людям и тиньков и руководитель яндекса гораздо раньше перестали бы быть долларовыми миллиардерами лишь по той причине что власть должна донести да в том числе богатых людей да что они стали богатые по той причине что общество им в этом помогло да может быть они возможно хорошие управленцы да может быть они креативные и прогрессивно смотрят на свои собственно направления бизнеса там отрасли и так далее но тем не менее их миллиарды их идеи воплощались и реализовывались руками трудящихся да тех кто приходит и продает свой труд не имея никаких процентов не имея никаких долей не имея ни каких акций они приходят потому что им нужна работа им нужно кормить своих детей и своими руками денно и ночно на протяжении огромного количества времени сумасшедший штат людей ковал их богатство и собственно задача народной власти объяснить что они должны быть социально ориентированными и обязанными обществу потому что собственно они взяли от общества все они взяли научные разработки они взяли собственно лучшее образование их лечили и учили их защищали и собственно они должны вернуть обществу вклад а в другом случае они получается взяли собственно то что можно было использовать да то что для них было выгодно нажились на этом и сидят на огромной куче денег посмотрите какая интересная ситуация я не считаю что это какой-то тренд и какая-то новая система да мировая но ряд крупнейших богатейших людей планеты собственно отказываются от того чтобы передавать по наследству свои состояния если не ошибаюсь баффет по моему пошел по такой схеме еще те же сейчас точно не помню какие долларов и миллиардеры магнаты западные но они собственно оставляют своим наследникам какие-то крохи а все остальное завещает фондом благотворительным фондом которые собственно не прикрываются этой благотворительностью чтобы на этом зарабатывать да и уходить от налогов а соответственно эти средства расходуют в интересах нужд граждан я считаю что собственно и тиньков и все остальные должны были поступить пойти по этому пути очень давно но понимаете как есть базис и он по своему образу и подобию выстраивает настройку какой в россии базис это собственно коррумпированный капитал это те самые незаконно обогатившиеся собственники которые на самом деле временщики которые не изобретали науки не я не знаю там делали шаги в производстве там какие-то там значит инновационные разработки в своих отраслях они просто в результате приватизации собственно как правило это все получили да наверное есть и другие представители да которые наверное может бы действительно сделали какие-то успехи в своих направлениях но в любом случае и те и другие существуют под политической системой которые преследуют исключительно личные меркантильные интересы и они никак не хотят собственно там я не знаю сделать более справедливой жизнь нашей стране поэтому вот этот базис порождает абсолютно соответствующий себе надстройку и все это в едином экстазе существует для личного обогащения а в тот момент когда обваливаются рынки да вот наверное у них грустные лица сколько они потеряли но справедливости ради давайте вот так вот они же не потратят это за свою жизнь посмотреть вот вот эти долларовые миллиардеры которые стали дороги долларовыми миллионерами они никогда не потратят эти деньги свою жизнь то есть с каждым заработанным новым миллионом или миллиардом не происходит улучшение их уровня жизни потому что их уровень жизни нельзя улучшить он находится на запредельном уровне они могут позволить все же себе все что угодно и поэтому берут ну соответственно то что для жизни для жизни нужно остальное находится на их банковском счете она просто застывший массой ни себе ни людям как собака на сене и ну наверное в какой-то степени да можно сказать что справедливость восторжествовала да и собственно вселенная расставляет все на свои места забирает у людей собственно то что им не нужно до для жизни фигово что это не достается тем кто в этом действительно нуждается потому что для этого нужна политическая воля я считаю что если бы российская власть заняла позицию граждан работала в интересах людей она давным давно приняла законы о прогрессивной шкале и в этом случае и тиньков и руководитель яндекса платили бы собственно 80 70 80 процентов своих доходов и тем самым вносили вклад в развитие общества тогда бы у нас нашли деньги и на индексацию пенсии не индексацию увеличение потому что индексация это собственно попытка покрыть обесценивание рубля да ну или там валюты то есть подорожали цены обесценивалась валюта и на эту разницу собственно индексируется талии на этом субсидии там или пенсии в частности а мы должны говорить о том что это не индексация а коренное изменение улучшение лучшей пользы в улучшение лучшей пользы тавтология ну лишь бы так было